Закон радость. Подпункт деградации зависимости. Как человек зарабатывает старческий маразм? В чем причина интеллектуальной деградации человека? С каким количеством нейронных клеток человек родился, с тем он и идет по жизни. Но с каждым днем они будут только уменьшаться. Активный процесс умирания клеток мозга запускается после 50 лет. Он может происходить в разных людей быстрее или медленнее. Все зависит от того, как человек использует свое серое вещество. Чем меньше используется мозг по назначению, решению интеллектуальных, аналитических и творческих задач, тем быстрее и больше клеток погибает, что приводит к деградации вечности и старческому маразму. Отчего клетки мозга разрушаются? Некоторые имитируют интеллектуальную деятельность вместо ее существования. И в этом процессе не надо обманывать себя. Можно до бесконечности обманывать окружающих, но мозг обмануть нельзя. Если вы его не пользуетесь, то есть не решаете аналитические, творческие и сложные задачи, то кровообращение мозга будет только падать. Мозг этого не прощает. Есть такая особенность мозга, что мозг всегда и во всех случаях стремится максимально сохранить свои функции на минимальном кровообращении, поддерживая минимальный уровень энергетического обмена около 9% от всего организма. Особенность мозга. Он сопротивляется любым интеллектуальным нагрузкам. Он пытается вас самих обмануть. Он такая достаточно загадочная конструкция, которая постоянно ставит палки в колеса развивающейся личности. Многим людям очень трудно заставить его аналитически и творчески работать. Когда вы пытаетесь решить сложную задачу, которую раньше не могли решить или не решали никогда, то он вынужден увеличивать кровообращение. Кровь наполняет капилляры, кровообращение увеличивается в два и более раза. Через капилляры начинает течь к нейронам кровь, и именно она продлевает клетку мозга жизнь. А значит, это интеллект и здравый рассудок. Конечно, если он был до этого в человеке. Есть многочисленные данные. Например, взята сосудистая система мозга профессора математики, который пользовался всю жизнь мозгом, и сосуды мозга простого водителя. У профессора в десятки раз капилляров из сосудов оказалось больше, чем у водителя. Нейроны погибают, потому что они кровоснабжаются. И в этом вся трагедия. Не пользуясь мозгом, мы стимулируем быструю гибель нейронов. Они умирают не от старости, а в основном от голода. Мы их замариваем, снижая скорость кровообращения в головном мозге. Поэтому первая задача любого человека, если он хочет сохранить свой рассудок, хотя бы не в нормальной интеллектуальной силе, а элементарно и минимально для других возможностей, например, половые физические возможности, надо постоянно заниматься различного рода интеллектуальной деятельностью. При этом не надо решать сложные физико-математические теории. Надо решать те задачи, которые вам достаточно сложны, чтобы прилагать к ним интеллектуальные усилия. Кроссворды, шахматы – это не решение проблемы, это ничего, так как это комбинаторика. Но будет у вас чуть получше кровообращение в височной области. Но это по большей части ничего не решит. Надо заставлять работать мозг целиком. И только такая правильная нагрузка на интеллектуальные области даст хороший результат. Но нельзя заниматься чистой интеллектуальной работой. Нужно увеличивать кровообращение всех разделов мозга, в том числе моторные части мозга, когда вы занимаетесь разного вида деятельностью – ручной, физкультурой, спортом, в конце концов, огородка, паятия или дворми тети. То есть нужно физически загружаться, так же, как и интеллектуально. Вот на этом балансе и можно добиться сохранения мозга. Помните, что с годами нейроны погибают все равно, потому что внутри них накапливаются специфические метаболиты от хода жизни и деятельности, которые из нейронов практически не выводятся. То есть часть продуктов обмена накапливается внутри клеток мозга, что очень плохо. Это снижает их функции. Часть нейронов из-за окклюзии непроходимости сосудов, отсутствия питания, погибает. Массовая гибель нейронов от алкоголя У человека, хорошо выпившего алкоголь, мозг испытывает огромный стресс, связанный с тем, что он выпил. Сначала у человека сосуды расширились, а через некоторое время сосуды и капилляры очень сильно сузились. Происходит сильный перепад. В этот момент происходит очень высокая гибель нейронов. Как они погибают? К нейронной клетке подходят очень тонкие капилляры. Через них проходят питательные вещества, которые помогают клетке хорошо функционировать. При сужении сосудов, соответственно капилляров, остается очень тонкий проход для питания клетки. Алкоголь способствует срепанию эритроцитов. Они собираются в грозди, как виноград, и закупоривают узкий проход к нейрону. И клетка мозга нейрон погибает от голода, нехватки питания. И ученые-мужи при исследовании людей, постоянно употребляющих алкоголь, видят в их мозге целые слои отмерших клеток, в которых очень много погибших нейронов, так называемые клетки тени. С каждой выпитой рюмкой умирают тысячи клеток мозга, которые уже никогда не восстановятся. А значит, умирает интеллект. Особенно видно до градусов личности людей, постоянно употребляющих алкоголь, после 50 лет. Это тот рубеж, когда критическая масса выходит наружу. И мы видим перед собой уже не близкого человека, а непонятное существо, которым завладели сущности низшего порядка. Такому человеку практически невозможно вернуть прежнюю гибкость ума. У них повреждена главная антенна – мозг. Этот человек начинает превращаться в животного самыми низменными и инстинктивными потребностями. Что самое печальное, сам человек себя не видит со стороны. Он считает, что умственно здоров и нормальный. Кроме этого, у алкозависимых всегда сосудистый стресс и прочие заболевания сердечно-сосудистой системы. И, конечно, больная печень. Бывает ли алкоголь полезным? Поскольку алкоголь – это естественный и нормальный метаболит, который появляется при переработке пищи. Употреблять маленькие дозы алкоголя безопасно. Большие дозы – это всегда огромный вред для головного мозга. Особенно вреден низкокачественный алкоголь. Почему? Потому что он увеличивает почечный отток электролитов. А электролиты нужны для передачи сигналов. Поэтому мудрые господа, которые могут себе позволить содержать свой мозг в нормальном состоянии, предпочитают выдержанные коньяки и вина, в которых большое количество экстрагированных электролитов. Последние попадут в кровь и компенсируют потерю электролитов почками. Но пользу всему физическому организму такой алкоголь принесет лишь в том случае, если пить его в умеренном, вернее сказать, в минимальном количестве. Потому что тут палка о двух концах. Мозг, конечно, радуется, когда хороший алкоголь приводит к правильному расширению сосудов и капиллеров, активно питая клетки. Но зачем ему хозяин с циррозом печени? В алкоголе и в табаке ферментированный табак тоже расширяет капилляры, но можно заработать рак легких или губы. Встает, как всегда, вопрос баланса. Помните о золотой середине. Если переусердствовать в угоду своим страстям, это приведет к деградации личностей и многочисленным болезням. Возникает вопрос, сколько можно пить без ущерба для организма. Выявлено средняя доза крепких напитков за один прием для мужчин – 30 грамм. Для женщин – 10 грамм. Вино для мужчин – 150 грамм, женщинам – 50 грамм. И лучше пить не каждый день, а по необходимости. Каждый день праздник – это уже бодни. Удовольствия от этого точно не получите. Кроме зависимости и увеличения дозы. Как правильно питаться для того, чтобы мозг хорошо работал? В нашем организме не хватает многих ферментов, которые должны расщеплять пищу, поддерживая подпитку клеток мозга. Но некоторые вещества и продукты очень хорошо помогают. Например, классический папаин. Его экстрагируют из плодов папай. В результате количество соединений, лимитирующих работу мозга, будет увеличиваться. Пища для питания мозга должна быть, самое главное, разнообразной. Чтобы мозг нормально, полноценно работал, должно быть все. Картошка, крупы разнообразные должны быть. Самое главное – разное мясо, птица, рыба. Должны быть обязательно беспозвоночные – улитки, креветки, раки, омары. Чем шире у вас пищевое разнообразие, тем больше шансов вашему мозгу нормально работать. Но помните следующее. Если вы будете мозг кормить, но не использовать, это бесполезно выворошенные деньги. Помните, мозг так устроен для человека, что он включает в активное кровообращение только то, чем вы пользуетесь в данный момент. Частое использование большого пальца больше активирует определенный участок мозга, отвечающий за эту деятельность. Если мизинец не задействован, то данная часть мозга, отвечающая за его участок, будет атрофирована. Через наши пальцы можно улучшить работу мозга. Как известно, лучше жить в гармонии, активируя работу мозга всеми доступными способами. Интеллектуально, физические действия. Развивать моторику всех пальцев. Например, печать на клавиатуре всеми пальцами – очень хорошо. Делать постоянный массаж пальцев на руках и ногах – это прекрасно. Главное правило – правильно питаться, пить много воды, потому что мозг состоит на 80% из воды, и много работать интеллектуально, решая сложные творческие задачи, стоящие на вашем пути. От мозга нашего перейдем к другой важной теме – деньги и радость. Как отсутствие радости сказывается на ваших доходах? Закон радость под пункт «радость и деньги». В каждом законе я рассказывал о том, насколько важно нам стать здоровой клеткой космоса, излучая высокие вибрации любви и радости. Поэтому повторяться не буду. В то же время я хочу зайти с другой стороны и показать на примере денег, как мы лишаем себе радости, а потом удивляемся, почему у меня в жизни нет ни денег, ни радости. С точки зрения вселенских законов, деньги – это всегда средство, а не цель. Люди действительно хотят денег, или за этим стоит что-то большее. Люди хотят не денег, а удовольствия, радости и счастья, то есть положительных эмоций, которые можно получить через вещи, вкусную еду и развлечения. Деньги можно конвертировать в радость, и именно это стоит за жаждой денег. Вселенная стимулирует уровень развития человечества двумя способами – кнутом и пряником. Тело человека запрограммировано так, что оно постоянно убегает от боли и тянется к положительным эмоциям. Занимаясь накоплением средств, откладыванием покупки приятных мелочей на потом, отказываясь от подарков близких из-за экономии денег, живя завтрашним или вчерашним днем. Человек лишает себя главного – поощрения от Вселенной именно через радость. Она мотивирует нас к главному закону развития и выбирает себе только кнут. Перекрывает себе доступ к истинному изобилию Вселенной. И Грегор, полевой социалом денег, экономии не любит. Свыше никогда не дадут доступа к настоящим деньгам, если человек мыслит как бедный. Такой человек неиспособен на масштабность, а без нее нет развития общества, а значит Вселенной и космоса. А вы помните, зачем сюда приходит душа человека? Уж точно не за тем, чтобы деньги зарабатывать, и тем более экономить их на каждом шагу. Вот и экономит Вселенная на таких, отдавая ресурс тем, кто мыслит возможностями, расширяя и улучшая наш мир и космос. Где живет счастье? Все люди стремятся к счастью. А что такое счастье? Это понятие может для каждого человека выразительно отличаться. Кто-то сказал «красота» и иероглиф счастья. Кого-то радует материальные достижения, кого-то собственные успехи или успехи своих близких. Но если посмотреть в целом на то, что такое счастье, это выглядит как проживание положительных эмоций по разным поводам своей жизнедеятельности, если ожидания человека оправдываются в реальности. При неосознанном проживании жизни человек может получать счастье только через этот внешний способ добычи счастья. Люди часто ждут этих моментов от жизни. Нередко полагаются на судьбу, случай, других людей, на то, что счастье придет как-то само. Вроде как им счастье должно дариться от внешнего мира. И это здорово, когда действительно счастье приходит извне и зажигает радостными огнями наше будни. Зная законы мироздания, можно не ждать этих моментов, а самому вызывать это состояние души и тела. Если человек уже является автором своей жизни, то он не ждет подарков от судьбы, а берет и делает их сам. Где взять? Да они повсюду. Мы каждый раз проходим мимо счастливых моментов, мимо своего счастья, даже не подозревая, что оно находится рядом. Посмотрите на детей. Они умеют радоваться и быть счастливыми. Они удивляются каждый раз новому, интересному. Они настоящие исследователи жизни. Любая мелочь заводит их с полуоборота на положительные эмоции. И в этот момент они счастливы без границ. Но ведь и мы такими были. А почему разучились? А почему обделили себя таким прекрасным явлением? Задайте себе этот вопрос. Ведь восстановить этот навык так просто, но даже в голову многим не приходит, что это возможно. Как это сделать? Есть четкая схема. Она приведена ниже. Многие люди прошли этот этап и обрели новую жизнь. Почувствовали ее радостный вкус. Уловили новый аромат. Вкусили новые ощущения на всех уровнях чувств. То есть стали счастливы. Стали сами включать в себе эти минутки счастья по собственному желанию. Теперь количество счастья зависит ровно от них самих. Как развить в себе привычку быть счастливым и в радости? Освойте упражнение плотное счастье на момент времени или принятие богатства мира. И вы вернете себе прекрасный навык, позабытый с детства. Вы откроете окружающий мир и обогатите для себя свой внутренний. И когда вы будете чувствовать эту красоту, радоваться этому миру, отдадите в мир волну своих положительных эмоций, то уже мир повернется к вам самой лучшей частью, отдав вам свою волну прекрасного. Обмен положительных эмоций замкнется в огромный круг бесконечности и счастья, радости и любви. Притча Один человек искал идеальное место. Искал он долго. И вот в далекой стране нашел он место, где ему было хорошо. Он бродил по городу, который ему так понравился, и смотрел вокруг. Но когда он забрел на кладбище, то ужаснулся. На всех надгробиях даты смерти указывали, что эти люди жили два-три года, с точностью до прожитых часов и даже минут. В страхе человек побежал вон из города, но на площади столкнулся со стариком. В ужасе человек закричал «Вы чудовище! Вы убиваете ваших детей!» Старик показал ему книжечку, которая висела у него на шее на цепочке, и сказал «Когда ребенок у нас достигает зрелости, мы даем ему такую книжку. И каждое мгновение, каждую минуту или час настоящего счастья в нашей жизни, каждый из нас заносит в эту книгу. После смерти все эти мгновения мы складываем. И это настоящие дни нашей жизни». Может, вы тоже заведете такую книжку? Хотя бы ради эксперимента на пару недель и увидите, сколько вы живете. Упражнение «Плотное счастье на момент времени» или «Принятие богатства мира». Задача упражнения – развить правильный энергообмен с Вселенной людьми, научиться радоваться жизни, внедряя закон «Радость», став здоровой клеткой космоса. Чем полезно? Пять чувств позволяют нам познавать окружающий мир, видеть прекрасное и наслаждаться красотой этого мира. Учимся реагировать на мир с любовью, воспроизводя высоковибрационную энергию. Ловим каждую минутку и делаем свою жизнь полноценной и счастливой. Область запланированного результата. Четыре-пять раз в день по пять-семь минут перевожу свое внимание на моменты счастья, выраженные через пять органов чувств, и наслаждаюсь ими. Получаю энергию столько, сколько нужно для полноценной жизни. Срок встраивания привычки – один месяц. Как буду работать? Минимум один раз в день убираю десять минут, которые буду проживать в режиме прочувствованного удовольствия. В одну десяти минутку включу минимум три чувства, максимально пять. Зрение, глаза. Наслаждаюсь красивыми пейзажами за окном. Если пейзажи надоели, смотрю красивые картинки. Короткие видеоролики с природой. На прогулке рассматриваю внимательно птиц, красивых людей, снежинки, когда падают. Рассматриваю днем облака и впричутливые формы. Ночью звезды, луну. Слух уши. Внимательно прислушиваюсь к окружающим красивым звукам, пение птиц, музыка, гармоничные произведения разных направлений. Как разговаривает со мной приятный собеседник. Как стучит стрелка часов. Шум деревьев, шум ветра, хруст снега, шурчание воды. Обоняние нос. Чувственно вдыхаю запах свежего воздуха на прогулке, запах вкусной пищи, запах цветов, запах родных людей. Заостряю свое внимание на наслаждении, которое получают этого процесса. Осязание кожи. Беру в руки мягкие предметы, материалы, мягкие кружки, ощупываю их, заостряю внимание на этом. Глажу собачку, кошку и наслаждаюсь ее мягкой шерсткой. Глажу руки любимых людей, передаю руками свою заботу, нежность и то, как я их люблю. При поглаживании выделяется гормон окситоцин, отвечающий за доверие. Гладьте своих детей и близких чаще. Запускаю в руки волосы любимого человека, ощущаю удовольствие от этого, в том числе и от запаха. Пропуская сквозь пальцы теплую воду, песок, наслаждаюсь этим ощущением. Вкус, язык. Медленно что-то ем или пью. Вкусное. Внимание сосредоточено на вкусе. Ощущаю его всеми рецепторами рта. Мысленно думаю, как же вкусно. Как вывести себя из гнетущего чувства? Еще одно маленькое, но действенное упражнение по выходу из негативных эмоций. Повышаем вибрации и выходим в параллельную реальность радость. Погрузиться в тишину на 3-5 минут. Создаем намерение моей субъективной действительности «Я выбираю реальность радость». Представить себе мысли-образ в картинку, как вы перемещаетесь в эту реальность. Например, просто сделав шаг вбок, где вы оказываетесь в мире радости. Отпустите образ и займитесь физическими делами. Вычерпайте плюсы из вашей ситуации, которая погрузила вас на низкие вибрации. Волшебная таблетка Благодарность к людям Благодарность к людям, миру, является панацеей от всех бед. Выход из болезней, плохих отношений и даже финансы начинают расти. Я уж не говорю о вашем эмоциональном и психологическом состоянии. Начните практиковать семь дней Благодарности к миру, людям, близким, и вы увидите, как резко поменяется ваша жизнь. Начните с простой и самой эффективной практики. Тем самым вы повысите свои вибрации, мир будет отвечать вам взаимностью, а Вселенная наградит за это исполнением ваших самых заветных желаний. Практика Благодарю. Проснувшись поутру, здороваясь собой, личностью, душой и своим телом, органами, особенно больными, посылаю им любовь, симпатию, благодарность, поддержку. Здороваясь с миром. Здравствуй, мир, солнышко, птички, звуки жизни. Как я рад сегодняшнему дню. Полезная установка. Посылаю миру любовь, симпатию, благодарность. Здороваясь со своими близкими. Привет, мой любимый, как я рада тебя видеть. Посылаю им любовь, симпатию, благодарность. Представляем образы сердечек, солнышко, радуги и прочее. Здороваясь с каждой клеточкой большого организма космос. Посылаю им любовь, симпатию, благодарность. Ушу и еду благодарю каждого, кто причастен к ее созданию. Кто посадил зерна, кто ухаживал, кто убрал урожай, кто привез в магазин, кто продал, кто сварил и кто съел. Благодарю себя. Ложась спать, также благодарю всех за прошедший день, за уроки, радости, обучения и, конечно, благодарю себя.